Всем привет! В студии Ник и Дан. Ты крут, если ты на нашем канале. Сказали бы мы, если бы были блогерами. Но мы телеведущие серьезной информационной программы, поэтому... Здравствуйте! Вы смотрите Акил Бубсер. Напоминаем, что название нашей передачи необычное. Если вы прочитаете его задовым вперед, то сразу поймете, что мы рассказываем о детских новостях в Чувашской республике. Сегодня в выпуске «Творим добро», отправляемся в домашний зоопарк, знакомимся с крутыми КВНщиками и узнаем секреты известных телеведущих. На календаре ноябрь. И это мой любимый месяц, потому что именно в ноябре много интересных праздников. Какие-то уже прошли, какие-то еще впереди. В любом случае, эти праздники подсказали нам темы для сюжетов. 21 ноября будем отмечать Всемирный день телевидения. Многие, очень многие ребята мечтают быть журналистами. И пока одни только мечтают, другие уже вовсю снимают репортажи и свои телепрограммы. В Уфе прошел медиафестиваль «Детям дали камеру». На него приехало учиться 300 юных корреспондентов. И наши друзья тоже там побывали. Смотрим! Детям дали камеру, а еще микрофон и даже телеэфир. Фестиваль в Уфе отличается от других телефестивалей именно этим. Журналисты Башкирии уступают рабочее место юным коллегам. Самый общительный и стрессоустойчивый даже выходит в прямой эфир. Идеи, да? Как можно снять репортаж про триллиант? В дни фестиваля в Уфе множество звездных гостей, которые с удовольствием делятся своим опытом. Вот телеведущий Артем Шалимов с Муз-ТВ разминает с ребятами речевой аппарат. Какую способность вы считаете самой важной своей профессией? Не стесняться и пытаться максимально зрителей чем-то захватить. То есть я сейчас занимаюсь пранками и разыгрываю различных звезд. И здесь нужно быть очень организованным человеком на самом деле. И узнавать различные интересные секреты, где свое время проводят звезды. А на самом деле этой информацией никто не делится. А самая ваша главная мечта в детстве сбылась у вас? Нет, не сбылась. Самая главная мечта в детстве. Я мечтал быть певцом, но вот ушел в телевидение. И сейчас уже работаю как продюсер. Поэтому, наверное, может быть еще не время на самом деле. Вы не услышите, как я пою. Артем с детства занимался вокалом в знаменитом ансамбле «Непоседы». А вот телеведущая программа «Ревизолушка» на телеканале «Пятница» пела в музыкальном театре «Домисольки». Ирина, кстати, еще и в кино снимается. Ее день расписан по минутам. Человек, который с детства, у него такой плотный график, он просто не знает, как жить иначе. Он просто к этому привык. Вот если, допустим, в 15 лет человек, не знаю, ходил только в школу, а тут ему и плавание, и еще какой-то спорт, и еще театр, естественно, он с этим не справится. Я не скажу, что я очень ленивая. Я, ну, как обычный человек, я тоже что-то ленюсь, что-то не ленюсь делать. Ну, я считаю, что просто это вот с детства так заложено. Я не знаю, как жить по-другому. Хорошо. Смотри, ну, ты часто прогуливаешь школу из-за съемок. И как твои родители относятся к этому учителя, возможно? Они относятся все хорошо, потому что я хорошо учусь, и я оправдываю то, что эти пропуски не просто так, а то, что я могу учиться с работой, совмещать. И компенсировать это пропущенное время. У меня в девятом классе красный аттестат, и в СУГ я сама честно сдала на 5,4, и поэтому все хорошо с учетом. Хорошо. А как относятся родители на опасные моменты в твоей работе? У тебя же было совершено нападение. Да, ну, естественно, они волнуются, но также они поддерживают меня в моем решении. То есть, если мне это нравится, они будут поддерживать меня. Они не будут насильно меня забирать или пихать наоборот куда-то. Они просто поддерживают меня во всем, что я хочу делать. Они адекватно относятся. Семья – это наша поддержка и опора во всем. Так считает и ведущий программу-утилизатор на телеканале ЧИ. Вы же видите, самое большое достижение, друзья мои, как бы это может, кому покажется, и мое, но это моя семья. Юрий Сидоренко работал автомехаником и придумал делать шоу из уничтожения автомобильного хлама. Это уникальный проект на российском телевидении. У меня принцип жизни такой. Надо себе ставить цель и ее добиваться. Добился этой цели, тут же себе ставишь новую и пошел к ней. И вот так всю жизнь идешь. И до финальной цели потом доходишь, а дальше уже как будет. Процесс уничтожения машины довольно опасный. Постановщики трюков на съемках не церемонятся. Сюда, вы сюда, вы отсюда. Утилизатор уже снимали в Чебоксарах. Но, возможно, в следующем году команда Юрия приедет к нам снова. И город сам по селе произвел впечатление, настолько там все уютно и мило. Вот действительно, в Чебоксарах, честно могу сказать. И народ какой-то... Вы знаете, вы там живете медленнее, я это знаю точно. Именно медленнее. То есть это не быстрее, а вот в Москве все бегают. У вас люди степенно, спокойно ходят. Это приятно. То есть люди жирают с чувством, с толком, с восстановкой. И это правильно. У многих христиан Чебоксары ассоциируются с чебурашкой. А вот Уфу называют городом трех шурупов. Это мы теперь навсегда запомним. На башкирском языке у нас Фа правильно называется Эфэ. То есть если мы возьмем буквы, да, то есть О такая получается, О, и там палочка так поперек. И Фэ, как обычная русская Фэ, и потом опять. И для иностранных граждан, которые достаточно часто у нас здесь, у нас очень много студентов учатся в нефтяном, авиационном университетах. Для них ассоциация возникла, как будто это шуруп. Или таблетка, да, ну, представляете же форму таблетки? На нас пало вот такое название, что Уфа это по-другому называют три шурупа. Башкирия называется самим вкусным медом, который не только на пасеках, но и в двух двух деревьев. Именно мед мы и привезли на родину. Пить с ним чай и писать при этом текст репортажа очень приятно. Анна Матюнина, Софья Родионова, Ксения Михайлова и Даниил Сергеев. Акелкупсер. Кто бы мог подумать, что свой праздник есть даже у зверей. 30 ноября – Всемирный день домашних животных. Согласно опросу, у 60% россиян есть домашние животные. Самая популярная и любимая – кошка. Потом идет собака. 6% держит дома рыбок. А вот экзотические звери, змеи и крокодилы обитают в домах у 1%. И мы знаем семью, которая входит в этот процент. Внимание на экран! Всем привет! Меня зовут Алиса Кошкина и у меня дома настоящий зоопарк. Четыре абсолютно разных существа живут рядом. Таинственный геккон, почти золотая рыбка, игривый песик и мой любимчик кот. 7 лет назад мы с бабушкой нашли его на улице, мокрого и грязного. Дали ему имя Пучеглаз, сокращенно Пучек. Согласна, немножко странная кличка, но тогда она ему очень подходила. Из грязного комка на меня смотрела пара просто огромных зеленых глаз. Следом за ним появилась рыбка. Это я братку такой подарок сделала. Кость, расскажи. Алиса приходится с пакетиком со школы, а внутри пакетика рыбка. Самый спокойный питомец в нашей компании. И порой настолько незаметный, что я иногда забываю его кормить, если честно. А ты не боялся покушения кота? Нет, не боялся. Да и к тому же, до этого у нас был хомяк. И котом у меня было все равно. Самый главный и мудрый. Год назад Пучеглазу пришлось поделить территорию с Каспером. Купить собаку мы упрашивали родителей долго и добились своего. Почему хаски, не знаю. Просто нравится эта порода. Алис, а почему кличка Каспер? Это был Мозговой Шторм. Он был и Акеллой, и Штормом, и Ванюшкой. Но прижилось имя Каспер, как добрый герой из мультфильма. А сложно с таким большим сом управляться? Да, очень. Это ездовые собаки. С ним надо очень долго и очень много гулять. Иногда на это просто не хватает времени. Еще он очень грустит, когда нас нет дома. И любит выйти под саксофон. Очень долго и громко. Но вот только четвертому нашему жильцу до этого нет никакого дела. Потому что он ночной житель. Эублефар или пятнистый гекон. Это была мечта, а теперь гордость. Мы с родителями заключили пари. Если закончим учебный год хорошо, то они нам ее купят. Мы старались и мы заслужили. Но в Чебоксарах заводчиков не нашли. Нашу ауру привезли из Казани. За ней очень интересно наблюдать. Окормление – это целое шоу. Внимание, тараканы в кадр. Для чего мы сделали этот сюжет? Для того, чтобы вы не боялись заводить животных. Это приучает к порядку и ответственности. С собакой надо гулять. Рыбе менять воду в аквариуме. У геккона следить за температурой в террариуме. Только с котом проще. Надо просто позволить быть хозяином дома. Если вы спросите, хотим ли мы еще кого-то завести, мы ответим «да». Уверены, родители разрешат. Всемирный день добра, как вы уже поняли, тоже отмечается в ноябре. И вот что я вам скажу. Добро возвращается. Вот и пример. Однажды мне не хватало нескольких рублей на проезд. И мне помог совершенно незнакомый человек. А потом и я помог в такой же ситуации пассажиру. Люди хотят делать добрые дела. Стоит одному задумать провести благотворительный концерт, так тут же находятся артисты, волонтеры, помощники. Тему продолжит Ксюша Михайлова. Это артисты необычного театра «Солнышко». И у них синдром Дауна. Казалось бы, ребятам самим нужна помощь. Но нет, они приехали радовать воспитанников социально-реабилитационного центра. В списке новых друзей еще и вокалисты клуба «Четруша» и танцевальный коллектив «Фантом». Бывает, что такие инициативные группы организовываются, звонят и говорят, мы хотим прийти к детям, с ними поиграть, их поразвлекать. То, конечно, выходной день, пожалуйста, мы всех ждем. В начале дети, иногда даже взрослые, достаточно скованными бывают, потому что у каждого своя проблема. Но в процессе выступления их сердца открываются. В принципе, для этого мы и приходим, для того, чтобы подарить им немного больше радости, поделиться этой радостью, поделиться своим талантом, творчеством. Регина работает в банке. Вместе с коллегами они собрали деньги и заказали для центра мебель в игровую комнату. А еще купили подарки. Я чувствую, что когда я уезжаю, я сделала добро. Кстати, театр танца «Солнышко» 21 ноября выступает декатр тракторостроителей. Не пропустите самый удивительный концерт. Ксюша Михайлова, Соня Родионова, Акилбупсер. Совсем скоро Всемирный день ребенка, 20 ноября. Поэтому отметьте эту дату на календаре и намекните родителям о подарке. Ребенком быть здорово. Хорошие были времена. Помню, задашь мой вопрос, а она и не знает, как ответить. А сейчас уже многое и сам знаешь. До 18 еще жить и жить. Кстати, в топ детских вопросов, которые ставят взрослых в тупик, входит вопрос. Почему у березы на белой коре черные пятна? Ну что, взрослые, знаете ответ? А мы знаем. Еще в 18 веке русский химик Тови Ловец выделил из коры дерева вещество бетулин. Благодаря этому смолистому веществу кора березы имеет очень плотную структуру, не пропускает воздух и защищает от сильных морозов. Но воздух к ленгу слова необходим. И тут на помощь приходят черные полоски, чечевички. У них более рыхлая структура, расстояние между клетками больше и благодаря им дерево может дышать. Ну вот, поумничали, и можно выпуск продолжать. Что объединяет меня и известного телеведущего Андрея Малахова? Не только журналистика. Мы носим очки. Сегодня ученикам моей школы повезло получить от Андрея Николаевича супер подарок. Раздавал очки тоже Андрей, директор салона оптики. Человек, который любит делать добрые дела. 27 ученикам школы-интерната для слабовидящих детей компания изготовила очки совершенно бесплатно. Мы были очень рады и пообещали заботиться о здоровье своих глаз. Настя Фандеркина, Игорь Зверев, Акел Бупсер. КВН. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слушаете эти три буквы? Ни один человек в нашей стране не скажет, что КВН это крокодилы вечером не дремлют или Катя влюбилась навсегда. Нет. КВН – клуб веселых и находчивых. Об этом знают даже десадовцы. Поэтому совсем не удивительно, что 8 ноября – международный день КВН. Тысячи людей придумывают шутки, но только очень спешные команды попадают в высшую лигу на Первый канал. Самые крутые команды этого года. Борцы, плюшки и русская дорога. Эти ребята все успевают и к играх готовятся, и гастролировать. Давайте знакомиться. Всем привет! Большой КВН в Чебоксарах. И мы тоже здесь. Рядом с командой КВН плюшки имени Ярослава Мудрого. Здравствуйте! 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 А ваша команда называется плюшки из-за особой любви к еде? Ну, в основном, наверное, да. То есть мы любим плюшки, как бы мучное изделие, поэтому всегда, когда в магазине идем мимо хлебобулочных изделий, не отказываем себя две-три взять домой. Чему вы научились благодаря КВН? Ну, танцевать и петь. А до этого не умели? Ну, вообще не умели. Да и сейчас, если честно, не особо. Ну, посчитаем, что научились. Вас часто дома просят пошутить, ну, очень смешно. Очень смешно, не часто просят. Ну, просто пошутить. Иногда просят не шутить, скорее, чем... Ну, да, более, что так, наверное. На днях в деревне в озере голову мыл, глаза что-то защипало, думал шампунь, открываю, там два гуся стоят. Назовите три самые лучшие ваши фишки. Ну, фишки, наверное, то, что мы в образах, то, что у нас всегда на разминке выходит Амин и говорит любые слова, это всегда работает. Слово «короче», которое запоминается, ассоцируется с нашей командой. На самом деле, очень много фишек. Трико, бороды, образы, взгляды, Три основные. Это трико, это образы и Амин. Амин, короче. И слово «короче» давалось так. Ну, раз уже заговорили о слове «короче», откуда оно появилось? Ну, все это случилось спонтанно. Мы играли, вот как была подготовка внутренней лиги университетской. Я играл в отдельной команде и должен был объявить миниатюру. И вышел на репетиции, произнес это слово «короче» и объявил миниатюру. Все посмеялись на репетиции, ты так будешь объявлять все миниатюры перед началом всех миниатюр будешь говорить. То есть, оно просто так вылетело из моих уст все посмеялись и решили, что я буду так говорить постоянно. Сколько раз вы произнесли слово «короче»? Их не счесть. 6 ящища. Я считал. 738 раз. 739. Да, вот последний раз. 739. Сейчас, подожди, сейчас, если королева сказала, это один раз, четыре. 4741, да. То есть, 3741. Точно. До сегодняшнего дня. То есть, вы их прям считаете? Конечно. У меня есть блокнот. Милан ведет учет у нас. Да, мы ведем блокнот, у него есть учет, да, все. И счетчик, короче. Когда блокнот заканчивается, мы его сжигаем и заводим новый, да. Сможете описать членов вашей команды прилагательными? Накачанный. Удивительный. Главный. Саша. Какой Саша? Кучерявый. Короче, случай в миниатюре. Борцы на реальти-шоу. Здравствуйте. В эфире Дом-2, где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая, Ксения Бородина. У вас образ ребят из деревни, а на самом деле умеете колоть дрова? Да, конечно. У меня дома баня есть. Я умею. А о чем вы никогда не будете шутить? Религия. В КВН много есть тем, над которыми шутить нельзя. То есть не только нам, КВНчикам, но и всем людям. Да. У каждого человека, мне кажется, в голове должен быть саморедактор. И ты в первую очередь должен сам понимать, можно на эту тему шутить или нельзя. Продолжите фразу. Чтобы быть КВНчиком, нужно... Не спать. Поспать. Почему? Ну, мало ж спишь. Мало спишь, когда становишься... А ну попробуйте не спать и поспать. Попробуйте не спать и выспаться. Хорошо. Как лучше путешествовать по русской дороге? На поезде или на машине? Лучше летать на самолете. Лучше летать на самолете. Нет. Я не знаю, мне поезд тоже нравится. Я на поезде люблю. На машине не сильно люблю. Взрослые или дети? Дети. Дети? Ну просто, да, это блиц. У меня есть ребенок, я люблю детей. Мы же к вам с Армавира приехали. Армавир, знаете, какой город музыкальный? Да ты что, да. У нас даже музыкальная школа есть. Правда, там на днях пепитер украли. Ну, теперь это просто школа, да? Это все, о чем мы успели вам рассказать. Мы всегда ждем от вас новостей. Пригласите корреспондентов в школу, в гости, на праздник. Можно по телефону 64-11-11. Благодаря спутнику Триколор нас смотрят далеко за пределами Чуваши. Поэтому, если вы живете далеко, вы можете с вами присылать нам видео. Мы всегда на связи. Добрых всем новостей. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова